Сто лет все наши предки красиво умирают за родину, в индустриализацию, раскулачивание, на войне, да, Чернобыле и так дальше, и так дальше. И перед нами очень интересный челлендж. Может быть, мы хотя бы раз попробуем построить империю про жизнь, а не про смерть, в которой можно работать и зарабатывать, рожать детей, слушать музыку, книжки читать. Нет? У нас с вами есть такой шанс. Дай бог, дай бог. Значит, перед нами стоит уникальная возможность. Мы первый раз с вами можем построить империю про жизнь. Можно будет жить и передавать свое заработанное имущество детям в нормальную цивилизованную страну. У нас есть шанс построить. Так не бывает. Значит, дело в том, что, если вы помните, мы так жили в конце 70-х, 80-х годов. И тут же рухнули. В чем вся проблема? Дело в том, что человек, животное стайное, обезьянка. Был такой совершенно гениальный генетик Владимир Павлович Эфреймсон. И у него есть книжка про генетику альтруизма. Вот любая социальная система стадная может существовать только в том случае, если в ней есть определенное количество особей, которые готовы жертвовать собой ради общественного блага. Это называется альтруизм. Система может этих людей поддерживать, как это происходит в традиционных обществах, а может их осуждать, как происходит в либеральных обществах. Как показывает опыт, в либеральных обществах происходит полное тотальное разрушение системы. Потому что некоторая доля альтруистов категорически необходима. Без этого общество существовать не может. Нарушение этого закона ведет к разрушению общества. И на самом деле то, что сегодня происходит на Западе, это во многом это разрушение. Ну я думаю, что мы это увидим через несколько лет. И выглядит, конечно, это все будет страшно мрачно. И более того, если и произойдет возрождение Запада. Вот я долго размышлял, что должно произойти в Германии. Про Швецию и Норвегию мы говорить не будем. Но поскольку африканские страны, они и есть африканские страны, что их обсуждать. А вот соответственно про Германию я все больше и больше склоняюсь к мысли. Что там в результате всех тех пертурбаций, которые будут происходить, произойдет гражданская война. Там будет такое гуляй-поле, анклавы, христианские, мусульманские, мусульманские, христианские. Они между собой будут воевать за еду. Единственное исключение, это может быть частично Бавария и практически целиком Восточная Германия, ГДР бывшая. И дальше ГДРовские немцы, которые вернутся к околосоциалистической системе, начнут постепенно отвоевывать от мусульман Западную Германию. И такая будет линия фронтира, как в 19 веке на Диком Западе. Она будет так двигаться с востока на запад, а потом на юг. Поворачиваться. Вот это вот то, что очень с большой вероятностью будет происходить. Спасибо. Спасибо.